Друзья, всем привет. Сегодня у нас 19 день программы Кроссброс. Я на работе уже. Что это значит? Осталось нам всего 3 дня этого кошмара и ужаса. Но на самом деле я шучу. На самом деле это все очень приятно. Мы смогли похудеть на некоторое количество килограммов. Сегодня я взвеситься не успела. Я думаю, что у меня 66 кг. Я не унываю. Еще осталось 3 дня. За 3 дня можно сделать много. И даже может уйти килограмм, так как я и предполагала. За месяц уходит 10% от веса, а за 21 день 7% это будет нормально. Для меня это 5 кг. 7% от моих 70, которое было. Что хочу сказать. Вчера была у нас куриная грудка. Кушать очень хотелось. Хотелось даже ночью поесть. Встала ночью. Съела полбанана. На ночь выпила 300 г кефира. Но меня это не остановило от ночного полбанана. Утром я проснулась. Также я уже хотела есть. Съела у меня на утро 6 абрикосов. Я их разделила на 2 порции. Я позавтракала, съела 3 абрикоса. Мне было некогда. Я спешила на работу. Может быть, конечно, это не завтрак. Но это лучше, чем ничего не есть, голодать и ждать, пока будет время поесть, перекусить. Это лучше что-то съесть, но не доводить себя до голода. И что у меня сегодня? Сегодня у меня опять же куриная грудка. Здесь грамм у меня где-то 200 куриной грудки. Вот она с салатом. Уже надоела она куриная грудка. Что поделать. Были абрикосы. 6 абрикосов. Ночью был банан. И вот такая корзина овощей. Здесь 6 огурцов и 400 грамм помидор. Все это без соли. Куриная грудка. Абрикосы сладкие уже были съедены. И естественно кофе. Буду пить кофе. По одежде чувствуется. Хотела сегодня одеть брюки, которые я уже подготовила несколько месяцев себе назад. Где-то там откопала у себя в шкафу. Я их погладила, постирала. И вот они у меня висели где-то месяц-полтора. Висели, висели, висели. Думаю, одену, когда будет такая погода. Не очень жаркая. И вот я решила их сегодня одеть. И также сняла и повесила обратно. Потому что они мне уже велики. Под них нужно какой-то ремень покупать. Какие есть ремни не подходят. В общем, это чувствуется по объему, по всему. Несмотря даже на небольшое движение. И не на такую подвижность, на которую я бы рассчитывала и хотела. Но просто я не успеваю двигаться. Скоро я поеду в отпуск. Возьму с собой спортивную форму. Буду бегать по утрам около моря. Побегу по набережной туда-сюда. Это будет у меня уже как моя обязанность. То есть обязательно побегаю по утрам. Уже вес я тогда не буду скидывать. Буду поддерживать. И тогда я буду с утра есть каши. Побегу, побегу. Пробегусь минут сорок. Приду, выпью стакан воды. Подожду полтора часа. И поем сытно кашу со сливочным маслом. Вот моя мечта на сегодняшний день. Но сегодня будут тоже небольшие нагрузки. Присоединяйтесь к нашей программе Кроссброс, которая уже подходит к концу. Пишите о своих достижениях, как у вас получается. Может быть, вы только что начали нашу программу. Пишите, как у вас получается. Первые дни всегда очень легко. Потом уже начинается жесть. Начинаются внутренние трагедии. Начинается желание поесть. Потом ты ешь, и ты начинаешь себя винить. Но этого ни в коем случае делать нельзя. Даже если вы поели, обратно входим также в систему и соблюдаем систему правильного здорового питания. Друзья, всем привет. Конец 19 дня. Сегодня были овощи, немного куриной грудки, 6 абрикосов и половинка ночного банана. Вот такой был рацион. Потом я пришла домой. Сейчас я дома выпила полстакана молока, потому что кефира у меня не оказалось. Но как-то нужно было себя порадовать. Что-нибудь такое вкусненькое уже вечером себе позволить. И это было полстакана молока. Мы продолжаем с программой Кроссброс. Сейчас я буду выполнять некоторые упражнения. Открою секрет, что уже несколько дней я мучаюсь от боли в спине. Мне не то, что двигаться. Мне даже ходить очень больно. Но я все равно настаиваю на физических нагрузках. Боль может быть допустимой во время этих физических нагрузок. Боль в спине. Пусть они будут ограничены немного, но все равно они должны быть. Для чего они мне нужны? Я чувствую облегчение. После некоторых физических нагрузок боль в спине немного уходит. Почему это происходит? Мышца начинает двигаться. Отек внутренний, который формирует боль, начинает уходить. Потому что при движении мышц начинается активизация лимфы. Начинается хороший лимфодренаж. Поэтому я выбираю упражнения. Они достаточно будут простые, так как сейчас я на обезболивании. Пью таблетки. Такое бывает. Последний раз это было 20 лет назад. Не знаю, почему это случилось. Грыжи нет, протрузии нет. Но как-то я повернулась, что-то случилось не то. Поэтому все равно через боль не могу. Потому что мы, друзья, в программе кросс-сброс. Пусть даже физические нагрузки будут ограниченными, но все равно они должны быть. Так что будем выполнять упражнения медленно. Но выполнять будем. Китайцы говорят, что физические упражнения нужно выполнять перед сном. Лучше выполнять вечером. Потому что энергия тратится за 2-1,5 часа до сна. Энергия тратится. Мы ничего не едим. Мы позанимались. И организм начинает вытаскивать эту энергию из наших жировых запасов. Не забываем, друзья, про воду. 30 мл воды на килограмм веса. Если вы не едите соль, вы можете пить сколько угодно жидкости. Она задерживаться не будет. Поэтому занимаемся кто как может. Но все равно какие-то физические нагрузки должны быть. Пьем воду, друзья. И дальше продолжаем с нашей программой кросс-сброс. Осталось уже немного. Сегодня 19 день. Осталось у нас 2 дня. Всего 2 дня. Итак, я начинаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Хочу сказать, что при таком умеренном питании, как на программе кросс-сброс, физические нагрузки, которые я давала раньше, я уже не даю. Потому что быстрее устаешь. Те нагрузки, которые давала раньше, при том, когда я питалась обильно, когда я ела кашу, когда я ела то, что я хочу, рацион был разнообразен. Я к этому обязательно вернусь. Но только тогда, когда добьюсь цели, сброшу несколько килограммов. Тогда я уже начну питаться, как обычно. Продолжу тренироваться. Я думаю, что боль в спине пройдет. И тогда можно будет уже после сброса веса, уже нужно будет корректировать контуры тела. Уже можно дать более сильные нагрузки. Нагрузки на мышцы, более силовые. Ну а сейчас такая легкая гимнастика. В вечернее время, естественно, она будет заменять ужин поздний. И она будет способствовать тому, что аппетит не разыграется. Потому что организм уже получил энергию из тех запасов, которые у нас есть. Друзья, до встречи. С вами Кроссброс. Пишите в комментариях, когда вы тренируетесь. Когда вам больше нравится тренироваться? Утром? Вечером? Или вообще вы не тренируетесь? Расскажите о своих способах тренировок, о своих способах похудения, о своем питании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова